Это исследование сигната электрика, точнее, исследование дополнительной структуры сигната электрика. В общем, это третья сторона выполняется на достаточно высоком уровне. Значит, наше заведение лаборатории в этом отношении является одним из дворовых центров. Поэтому то, что я вам рассказываю, ну, некоторые вещи простые. Ну, и вообще, так сказать, туповое состояние этой науки на сегодняшний день. Я, значит, прошу прощения, что по-английски, но дело в том, что в основном компетенции по-английски, а если в России, то сейчас принято. Я, например, по-английски писал, поэтому у меня абсолютно большая часть по-английски, потому что там по-русски писал. Вот, значит, я всё равно буду озвучивать, а тут по словам картинки, так я думаю, что это будет страшно. Ну, вообще, это не так. То есть, если человек хочет быть как-то в науке в современной работе, то по-русски говорить это не так. Значит, эволюция демальной структуры сегмента-электрика. Значит, три структуры, которые этим делом занимаются здесь. Это церковь лимитерного пользования, а это тоже из-за вреденческого здания. Вот, да. Эволюция демальной структуры сегмента-электрика. И компания. Здесь есть, например, «Акстека». Я являюсь управлением всех этих трех подразделений. Вот я о результатах, так сказать, и все это буду рассмотреть. Ну, сначала, немного, вообще, в принципе, для репликов. Значит, вообще, что такое дамы. Сегмента-электрический дамы. Это область с сегментом направлением стандартной презентации. Ну, в общем, учитывая, что вас абсолютно облаченство сегмента-электрическими вещами вообщем, то, в любом объявлении, можно говорить так, что это электрический дамы термомедиков. Я, в общем, в ближайшем рассмотрении, оказывается, что это так можно говорить только вот для того, чтобы начальная сглотка сегмента. В стыльности отличий очень много, но, в принципе, значит, вот, наличие даманов, особенности переключения, они в графе термомедиков сегмента-электрический дамы термомедиков. Надо сказать, что названием ферроэлектрик, они, так сказать, обязаны именно тому, что они похожи на ферро-магнетики. Ну, потому что там же это. Значит, ну, вот, для электрической индукции можно написать такое выражение, в котором, кроме классического первого члена, который соответствует электрической кондициямости, возникает второе, связанное со спонтанной поляризацией. Вот, то есть, самая особенность, то есть, и поле, в отличие от обычного диэлектрика, мы выстроены в определенном порядке. То есть, из-за чего тогда возникают вообще аномальные свойства. Значит, создание обдородной спонтанной поляризации, которая, в частности, заключается в том, что, вот, обычно представят обдородную, что на поверхности образуются так называемые связанные заряды, значит, приводит к тому, что, естественно, как всякие заряды, они создают электрическое поле. Это поле стремится уничтожить данную поляризацию, вернее, природия. То есть, вот, такое монодомальное состояние, оно оказывается крайне более. Ну, вот, классический подход. Для начала, то есть, классический подход, будет даже природное поле, оно вот так считается. То есть, это спонтанная поляризация, биоэлектрическая проницаемость. Ну, и еще вот одна величина, очень важная для, так сказать, понимания задачи. Дело в том, что тут возникает коэффициент, который называют поляризующим фактором. Вот этот самый диаметрический фактор, он определяет, он зависит от размеров и форматурмана. Тогда получается так, что, вот, если мы имеем однородную пластину, дело в том, что точно это считается для эллипсоидов вращения, но, в общем, вот, вот такой эллипсоид, он примерно все равно, что тут пластина большая, для него диаметрализующее поле имеет величие, ну, просто магнистическое. То есть, это порядка миллиона метров сантиметров или десяти миллионов поляризов. Естественно, что такие чудовищные поля, в ней вообще не могут существовать в нормальных условиях, но, оказывается, что если габан сделать, наоборот, длинным и узким, то есть, таким углообразным, да, но, опять, для точности расчетов это эллипсоидов вращения с другим соотношением осей, то получается, что дубровизующее поле в пределе может стремиться к нему. То есть, если он достаточно далеко, ну и понятно, то есть, это достаточно далеко разнесенная точечная цепь. Поле – это все равно нет, все равно нет. Замечательно, то есть, в действительности, есть самый простой способ, как бы с этим чудовищным габаномизирующим полем, просто разбить домами на маленькие, просто разбить кристалл на маленькие домами. Значит, ну, вот классический подход, как и все эти классические подходы, предсчитывая, доказано, равновесно, или, например, слявче, равновесная структура, равновесная структура, которая соответствует минимуму намерению. Ну, это, в общем, абсолютно простой способ, потому что, в общем-то, большинство людей, до сих пор людей. Значит, для этого, вот, как говорится, свободная энергия, вниз складывается член, связанный с дубровизующими полями, которые называют дубровизующей энергии. Значит, ну и должна возникать другая структура. Значит, такую структуру, мы впервые сосчитали карамагетик, потому что очень богат, подход совершенно не отличается в черном объемном, и сделал это китерс. Поэтому нужно добавить такую структуру, а значит, это структура китерского типа, т.е. которая состоит из периодических регулярных домаров, в общем-то, полосовых, и размер всех домов одинаков. Значит, вот из структура получается в структурности два параметра, т.е. один связан с толщиной кристалла, второй вот с домальной структурой это только ширина домана. Значит, ну вот в этом случае на такой структуре можно точно считать дубровизующие поля, ну и важным в этом случае оказывается то, что дубровизующие поля оказывается пропорционально ширине домана. Т.е. чем меньше ширина домана, тем меньше поля. Ну, в общем, давно об этом и говорили, но просто вот такая лимийная звезда. Возникает еще один член. Дело в том, что когда мы разбили кристаллы доманы, возникла домальная стенка. А домальная стенка вообще-то неправильна. Т.е. в домальной стенке спонтанная фолилизация романов улю, т.е. это размещение, т.е. это дополнительная энергия, которая возникает в таком разбирении. Ну, легко сосчитать, значительно проще, чем энергию дубровизующей среды, энергию домальных стенок, ну, где-то называют домальные стенки или домальные границы. Вот. И, в общем, для нас важным является соотношение связи ее с черной доманой. Оказывается, что она обратно пропорционально черной. Таким образом получается, что у нас есть один член, который при возрастании появления домана уменьшается, но зато увеличивается друг. Ну, понятно, как скоро мы имеем два вклада с разным направлением, то с разным изменением при образовании дубров, то можно сочетать равновесную структуру, т.е. структуру, соответствующую минимуму амерки. Значит, вот это вот равновесная дубровизация структура, которая рассчитывается как какие-то изменения абсолютно будут складывающиеся с энергией дубровизующей энергии доманных границ и считается вот минимум такого значения. Итак, это величина, значит, дубровизующая поле пропорциональное ширение домана, энергия доманных границ обратно пропорционально тогда без учета экранированного если экранированного тела, значит, ну, то есть, так сказать, как бы в магнитном случае возникает вот такое значение невестное. Оно зависит от режима спонтанной поларизации, электрической кондицаемости, удивленной энергией дымальных границ и толщины кристаллы. Ну, учитывая, ну, как мы, наверное, догадывали, спонтанная поларизация электрической кондицаемости температурно-зависимой, получается, что, значит, должна быть, тем образом, полновесная структура, она должна возникать, но изменение температуры оно будет меняться. Более того, значит, единственный способ управления технически такой структурой оказывается за счет изменения толщины кристаллы. Значит, ну, предсказание теоретов. Однако, вот, из них, это слово экранирование. Мы сейчас экранирование вернемся и экранирование вообще-то абсолютно ничего не надо. Почему? Экранирование как раз то, что отличает ферромагнетика от сигнета электрики. Точнее, сигнета электрика от ферромагнетика. Значит, сигнета электрика, как только возникает электрическое поле, то всегда могут найти заряды, которые перераспределяются таким образом, чтобы это поле скомпенсировало. Значит, это абсолютный классический подход. В сравнении на аксело записывается вот самая генеральная. Значит, в то же время в ферромагнетиках это невозможно. Почему? Потому что в ферромагнетиках элементарных зарядов не существует. То есть там предсказанный есть монополь герека, которые предсказали, но так и не мечтают. Спасибо. Наверное, и вы. А в сигнета электриках, понятно, что электрических зарядов огромное количество самых разнообразных и всегда, в любых условиях всегда находится какой-то механизм, который позволяет поля скомпенсировать. Замечательно. Что же будет, если скомпенсировать? Какая какая структура должна в этом случае получаться? Ну, ответ еще более замечательный. При полном огранировании заключается, что вообще появление поляризующей энергии нет, поскольку поляризующие поля полностью скомпенсированы, и появление любой домальной стенки увеличивает энергию. Поэтому минимум энергии это вообще отсутствие домальной структуры, потому что монодермальное состояние домальной структурой называть нельзя. Итак, теория предсказывает два ответа. Первый. Значит, при полном огранировании это, что это огранирование? Это должно быть монодермальное состояние, то есть домальной структуры просто не должно быть никогда. Если огранирование не учитывать, то тогда возникает такая изменяющаяся в зависимости от условий домальной структуры и то и другое, вообще говоря, ну, так сказать, во-первых, довольно скучные ответы, а во-вторых, это ответы, которые вообще тогда не позволяют каким-то образом управлять домальной структурой кристалл. то есть то есть есть такой, так сказать, вызов, такой, так сказать, интерес применения создавать кристаллы заданной нормальной структуре. Вот если верить вот тому георидическому подходу, который мы сейчас рассмотрим, а он классический, в каждом начале интересоваться, значит, нормальные структуры им править невозможно. ну, вы, наверное, догадываетесь, что все это не так, иначе, кто прямо тут рассказывал, прямо тут сказать, вот на этом месте все и кончилось. Значит, вот, к счастью, это не так, и реальные домашние структуры не являются равновесными. Надо сказать, что совершенно не экзотический случай, допустим, там, химики, они вообще равновесных структур, равновесных состояниях вообще никогда не рассматривают, они являются все состояние катодеза и метастабильные. Ну, в технике и физику вообще, совершенно не хотят бы терминовать это соблюдать. Значит, нормальные структуры настоящие, могут быть метастабильные. Что такое метастабильная структура? Метастабильная структура, она, естественно, обладает большей энергией, чем равновесная, но она может быть устойчивой. Устойчивой, но вплоть до, так сказать, любого времени эксперимента, вот, так сказать, в окошках, вы видите, что там стоят стекла, потрясающий пример использования метастабильных структур, их используют, они при комнатной температуре, возле естественной кристаллизации, стать мутными, тем не менее, они прозрачны, и время кристаллизации в нормальных условиях для хороших стекол составляет крестовер. поэтому частичные кристаллизации, когда заметны, но очень старых стеклах, ну, я вообще не интересовался в таком взгляде, очень старые стеклах, старые дома, к тому же, некоторые могут появляться. итак, это самое метастабильное состояние, а метастабильных состояний сколько может быть, а сколько угодно, т.е. метастабильное состояние оно может быть созданным дальнейшим в таком взгляде с операцией. Ура! Скоро так, вперед, дерматный инженер. Значит, вот что такое дерматный инженер. Ну, в действительности строители давно сформулировали такую замечательную идею, что если взять кристалл, который сигнал электрический, и создать в нем дерматную структуру, то за счет определенного выбора дерматной структуры можно управлять его другими свойствами, не сигнал электрический. Уфт, эти кристаллы, часто очень хорошие нелинейные оптические кристаллы, замечательные акустические кристаллы, рекордные пьезоэлектрические кристаллы, и создавая в них определенную дерматную структуру, можно создавать кристаллы с новыми свойствами. Единственное условие, что это дерматная структура, будет стабильной, что создав ее, вы создаете новый вид кристалл в основном смысле итак, вот то, что здесь написано, значит, вот я буквально произвел, так сказать, некое определение значит, это создание стабильной, искусственной гермальной структуры в, вот очень важный момент есть, коммерчески доступных кристалл что это значит? значит, дело в том, что сигнета электрика в настоящее время открыто, ну, так сказать, больше двух сотен и это количество, ну, там, как считать твердые условия, еще больше будет но кристаллы, которые производятся, так сказать, в серьезном количестве имеются, их в общем можно пересчитать на пальцы поэтому, если речь же о применении, то, конечно, применение для этого нужно использовать такие кристаллы значит, и в этом случае важные для использования характеристики можно улучшить то есть, естественно, речь идет только об улучшении если они улучшаются, не зачем этим заниматься я вот этим самым дублательной инженерией занялся почему сейчас довольно давно, это конец 90-х был значит, когда я попал в центрский университет и при этом поставили задачу вот я там, люди занимались на линейно-оптическими кристаллами и вот занимались этими вещами а я приехал как специалист по домойной структуре я только начал выезжать, и вот у меня здесь мы сидели при душе, сколько я там очень, скажем, в 3-ти день я готовился и они позволили, говорят, вот давайте будем делать домойную структуру ну вот не в бате-литии, а в талате линейно такие задачи а это, как вот сейчас другие, эти кристаллы крайне не подходящие я говорю, ну что вы ну вот есть замечательные кристаллы вот в них эта дымальная структура почти сама получается все очень просто ничего не понимаешь вообще дальше объяснили то, что объяснил вам я то есть, если вы хотите, чтобы это было устройство которое кто-то мог использовать для колонавания чтобы эти кристаллы уже были существовали независимого образа, множного качества существовали на рынке, что потом он не будет потому что создать кристалл под вашу задачу никто не сделает никогда, жить не у вас так, но это не хватит вот значит, ну что это обычно? обычно периодическая дымальная структура то есть вот некая модуляция вводится к кристалле значит, оно самое яркое применение в неэнергических кристаллах хотя в акустике совершенно роскошное могли быть применение, но как-то этот дорог немножко отстает вот, а не энергетические кристаллы но это очень серьезное и пустое промышленное применение значит это для объемных кристаллов и для волоконных структур для объемных кристаллов значит я хорошо следующее кристалл для волоконных это поверхностные слои то есть значит ну как правило это одномерная структура вот такой вот геометрия, которая здесь нарисована, но делают и двумерные, это тоже очень интересно и в этом смысле это тоже, то есть характеристический выход на фотонные кристаллы что-то такое, ну, направление более модное, чем применяемое, но тем не менее, это чуть-чуть неотвязательно интересно вот это дело, которое работает вот, значит, работает в основном с кристаллами, которые я уже назвал, необат-литие, это талат-литие но необат-литие это кристалл, который называют иногда кремнием нервнейной опыки ну, имеем в виду, что он столь же, так сказать, важный, такой же основой является, как кремний в электронике значит, вся электроника, она находится, стоит на кремнии значит, это необат-литие, необат-литие выращивают, там, десятки метров в год кристаллы, которые делают, там, так сказать, пластины, которые в результате из этих кристаллов можно получать, сравнительно доступны там, ну, их дюйма считают три дюйма, четыре дюйма, значит, соответственно, 76 и 100 миллиметров ну, 76, то есть совершенно доступны вот, ну, талат чуть-чуть посложнее и стало, в принципе, очень похоже ну, вот вы увидите, в принципе, можно работать и система с другим для того, чтобы посчитать, когда можно с необатом, он дешевле вот, и теперь, какие периоды нужно создавать то есть периоды структуры, актуальные для применения, начинаются с 30 микронов, уже достаточно ну, 30 микронов, знаете, там, у кого такой волос но от половины до третьей толщины волос то есть, в общем-то, так сказать, на первый взгляд, не такая уж и большая но для нас огромные публики вот, и вот самый маленький, который 10 герой, это люди, 4 микрона а только 4 микрона никто не проживает ну, вот какие есть проблемы то есть, в действительности, есть очень замечательная задача с 1 микронами прямо вот, вообще замечательная идея, которой уже почти 50 лет, как придумали а до сих пор как следует реализовать никто не может значит, и в этом случае просто возникает совсем другая вещь нормальная нанотехнология вот это очень интересное направление ну, по-моему, я практически никого не знаю, которые причины для лекции имеют, кроме меня, к примеру ну, вот, как правило, меня зовут по-другому, наверное, нанотехнологии, я скажу то есть, как правило, там, 5, 80, 80, 80, 70 привлеченных для примерной приклады так, значит, вот материал, неопадный значит, вот первая проблема, которую мы нападаем, это вот эта цифра ну, с одной стороны, он замечательный, посмотрите очень высокая температура фазового перехода ну, это здорово, то есть, это все очень стабильно будет иногда его в любом, так сказать, на стиле температурном диапазоне оно абсолютно стабильно представляет теперь у него, там, удобная стандартная поливизация, но в то же время вот есть совершенно гигантские пороговые поля, то есть поля, которые нужны для того, чтобы переключить поливизацию ну, что значит гигантские? ну, во-первых, я смотрю на сравнение то есть, это приблизительно в 100 раз больше, чем нормальные кристаллы ну, так сказать, обычных, кривычных там не знаю, насколько у вас на слуху на двое это, ну, вот такие нормальные кристаллы вот, и это для того, чтобы переключить миллиметровый кристалл нужно приложить в поле 21 киловольт ну, 21 киловольт много достаточно долго, просто народ не мог приложить такое поле, кристалл освещали, пробивались ну, почти на моих базарах ну, то есть, это в середине 90-х ну, вот, зато смотрите, если можно его менять, вот, если добавить магний уменьшается, если сделать его стихиометрическим, то есть, то есть, он растет обычно конкурентный, то есть, с большим отклонением в стихи в игре, то есть, дефектный от формулы отличается соотношение не оперелития не 1 кг вот, вот здесь вот как раз написано это соотношение, вот, 1 кг можно сделать лучше, можно сделать почти совсем тогда, вот, раз в 5 можно лучше ну, доманы, вот такие, которые здесь нарисованы это единственная домана, которая, так сказать учебники рисуют единственная, которая теория на этом все объясняет но, как вы увидите это только малая часть от того, что можно сделать, произвести, чтобы эти кристаллы возникали второй кристалл панталотлетие так сказать, вот опять это магическое число на 210, почему 210 показанных кристаллов совершенно непонятно вот это экспериментальный факт да, значит, теперь при движении к синематрии оно уменьшается, причем в танталате, если сделать полностью синематрический кристалл, то есть идеально соответствующий формулы, то это поле оказывается в 200 раз то есть можно очень сильно снять, хорошо это или плохо для домальной инженерии, низкая кристалл, вообще плохо почему, потому что, значит вот, ну, если структура легко создается это легко изменяется а мы хотим создать ее, и чтобы она в любых условиях не изменялась была бы не изменена то есть, поэтому это, вот это уже немножко избыли, но тем не менее вот это здесь можно оптимально работать, то есть за счет состава можно спускать существенные проговоры вот смотрите, еще замечательная вещь, очень интересная то есть формула доманов меняется от треугольной к шестиугольной при переходе от сильно дефектного кристалла ну, тоже, значит это факт но вроде бы и треугольный, и шестиугольный они симметрии цифре соответствуют это симметрия кристалла с точки зрения симметрии, у тебя особо проблем нет поэтому тоже есть работы, которые наши компьютеры объясняют значит, вот, то есть треугольные и шестиугольные вот, собственно, вот за что борются вот одно из треугольнений в глинильной оптике самое простое, в чем он заключается то есть это эффекты, которые связаны с изменением частоты излучения то есть, значит, преобразователь частоты излучения и ледной волны излучения второе и тоое, то есть вот вы можете, например, запустить ледную волну а на выходе вы можете получить ну вот, самое простое, вторую гармонику то есть удвоенную частоту вы можете получить третью гармонику третью, четвертую то есть вы можете получить суммарный разностный, и вот таким образом вы можете получать самое разнообразное преобразование но структура для того чтобы значит, ну вот тут немножко про размеры, то есть значит, варьируя значит, вот в периодической ледной структуре можно подстраивать период таким образом что этот кристалл будет селективно работать на один ледный кристалл, то есть он на один из видов кристалл не выберет, вы выходите и он на него вытянут то есть вы берете один и тот же кристалл меняете в ней периодической структуре в зависимости от периодной структуры создаете устройство эффективное с лучшей из возможных эффективностей, которая существует на октябином или на ум значит, длина кристаллов, ну вот, обычно для очень коротких импульсов это может быть коротенький до 50 секунд для обычных до постоянного излучения репетически миллиметров ну, ширина, какая угодно я же говорил вам, что пластины довольно большие толщина вот от пол миллиметра до трех вот я не исправил сейчас мы начинаем работать над новым проектом который начинаем по своей задачи сделать 10 миллиметров 10 миллиметров труда вы понимаете, да, что я, значит, перед этим сказал вам, что там 20 миллиметров в конкурентном просто не сделать в конкурентном миллиметр очень трудно но вот меняя кристаллы выбирая правильные кристаллы так сказать, вот ну, это очень-очень сложная задача но это вызов, который возник буквально в этом то есть поднять ее цифру на 10 в мире пока одна публикация вот значит зачем этот период может в действительности для того, чтобы преобразование было эффективным нужно соблюдать так называемые условия фазового синхронизма нужно, чтобы первая и вторая волна в смысле преобразованная и исходная волна 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 накачки и преобразованная волна они шли с одинаковой скоростью значит как это может быть? ну, естественно был кристалл дисперсин значит вот традиционное решение заключается в том, что они выбирают какое направление в кристалле в котором в кристалле начинаются две волны обыкновенные и необыкновенные соответственно есть два коэффициента проломления с разными в зависимости от угла и можно выбрать в котором коэффициент проломления то есть скорость движения волны в первой гармонике совпадёт со второй гармоникой для необыкновенной вот на этом работает получается неоптимальный угол обломение от угла очень плохо работает и главное эффективность преобразование при этом получается плохое, потому что приходится выбирать направление не из соображения максимума, эффекциента преобразования, а из соображения реализации этого в основном несчастного фазовой синхронии. Значит, очень давно, как вы видите, я в прошлом году красный выделял, как таково, 50-летие, я бы себе подсказывал, 50 лет назад, это очень знаменитая работа, она там переведена, вот там, книжка даже издавалась, которая доработала на русском языке, значит, Бомбердж, она это один из создателей, вернее, неоптики, внутривского «Луэград», значит, вот была его работа, ну, вот просто первый человек, на Западе вообще один индивиду, значит, там, как правило, очередность такая, простите, что так, то есть, первый студент, арендер, экран, третий, кто-то еще, последний, вот начальник, кто это все реализовал, все это сделал, поэтому название, когда я их сейчас угощаю, там вообще четыре автора были, да вы не догадались, кто там, из какой группы этого, он, кстати, этот студент ушел, он неизвестный, действительно здесь главный человек, естественно, определяется номер, значит, он предложил заключать твою идею. Идея заключалась в том, он на грузей кристалла, и вот сначала волны, 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 движутся с одниаковой скоростью, потом начинают разбегаться немножко, вот в тот момент, когда они стали разбегаться заметно, нужно взять кристалл и перевернуть, то есть, значит, тут одна пластинка, потом другая пластинка перевернутая, и теперь все, начинается все сначала, только набежало, и опять снова перевернуть, то есть, собрать такую стопу из пластинки, ей была стопа из пластинки, то есть, вот для нее было все посчитано, и получалось, что если без стопы, видите, вот так просто увеличивается, уменьшается, и, в общем, фактически эффекта никакого нет, то если сделать стопу, то это будет расти, ну, формально, ну, достаточно далеко, то есть, там насыщение, как на 70 или 70 процентов, ну, вот пока про это не говорили. То есть, ну, народ, естественно, стал стопы-то делать, значит, оказалось, что период должен быть порядка единиц микро, а набрать надо, ну, там, десятки миллиметров, в общем, в принципе, это вот такой исследователь можно, но это, конечно, не технология, значит, эффект подтвердили, но это каким-то более-менее разумным стало, когда вот другой человек, акцент Миллер очень, ну, просто Миллеров много, вот, значит, он придумал, что в качестве таких пластин могут быть немать. Ну, замечательно, то есть, тогда это все свелось с гневмены оптическим кристаллом, с гневмены оптическим кристаллом, и в этом случае можно было вот это делать. Он тоже попробовал, все получилось, но когда стали считать, то оказалось, что, во-первых, ну, желательно, чтобы домены были одинаковые, то есть желтые и серые домены, чтобы были одного, но это не критично, Ваня этот период соблюдался, но вот воспроизводимость периода по кристаллу должна быть до уровня десятков моментов, иначе эффективность не случилась. Ну, в общем, сообразили, эффект получили, но до реализации его прошло почти 40 лет. Значит, это, ну, вот в середине девяностых первые результаты были получены по реальному такой реализации эффекта, а дальше, значит, вот после двухтичного начали как-то использовать. Ну, для того, чтобы это создавать, можно, в общем говоря, понять, как управлять доменами. Значит, если взять, ну, я очень кратко по стадии эволюции доменной структуры, если вот прикладывать поле к симметрологическому кристаллу. Значит, вот если вы взяли монодермальный образец, это вид сбоку, под вертикально нарисованное направление полярной оси. Значит, вот образуются маленькие резунчики на одной из поверхностей. Правило, на одной. У меня нет возможности подробно рассказать. Если кто-нибудь вдруг, короче, интересно, я сейчас читаю курс, называется «Эволенная структура сегментари». Там, ляв, отдыхая души, рассказываем все подробно. Вот, значит, ну, вот они зарядные, значит, дальше они растут. Называется это тряной рост, т.е. при этом охране. Когда они перестают на сквозь, начинается рост, когда, говорили, горизонтальное охранение, боковой рост для нормальных стенок. В поле наступает, наконец, колесцензия, когда они начинают захлопываться. Но, оказывается, в структуре есть особая стадия, которая достаточно трудно проходит. Но, интересно, что вот эти четыре стадия, они приходят в поле, и что будет, если выключить поле? Как правило, после выключения поля, эта структура оказывается неустойчива, т.е. полализующая поля, которые сохранились, они не стараются привлечить обратно, и наступает, так называемая, самопроизвольная обратная перспектива. значит, которая приводит к тому, что стенки начинают двигаться в обратную сторону, а, кроме того, в результате снова нет. Вот такая ситуация. Ну, еще, значит, для того, чтобы наблюдать домены и вообще изучать домены, ну, какие-то способы в результате? Какие способы есть и можно использовать? Ну, самое классическое, то, что люди делают, самый простой способ выявить домены – это всякие способы отравления. Ну, для водорастворимых кристаллов достаточно на кристалл, ну, это вот это практически магическое, на кристалл можно подышать, и влаги в, так сказать, в дыхании достаточно для того, чтобы на поверхности кристаллов появился элемент. Ну, это, значит, восстановление из этих самых сечений, это кинетика образования треугольного домена, который там в объеме есть. То есть сначала образуются точки, это точки растет, там, или, как там, там изначально точки параллельные, они сливаются, образуются треугольные. И вот в таком виде, в кинемоле все расстроено. А в виде поверхности, совсем в виде поверхности, это образуется эта самая звездочка, на смартфоне, как она образуется. То есть вот этот кинемольный, подходящий к поверхности, мы видим, что здесь начинается изрезанность, ну, к сожалению, здесь конюшки не попадают для освещения этих методов, потому что это гаммановская гипероскопия, освещение три стороны, а лучи, как вы помните, 20 тонн метров. Ну, мы-то знаем, что там образуются вот эти лучи, это прямо кинетика, как я показываю. Ну, абсолютно. Кинемольные картинки, еще не публикованные. Второй, очень интересный, параллельный, ну, это, вроде, картинки. То есть одно применение, я вам уже говорил, важное, да? посмотреть на картинок. Но вот полосовые-то, они, в общем-то, деланы. Вот, и здесь наблюдается эффект, так называемый эффект умножения пространственной частоты. То есть фрикансы, в данном случае, пространственной частоты. Посмотрите, исходно, здесь вот образовывались вот эти гамманы, и вот они расследуют. Ну, кстати, сами. То есть вот это расстояние, исходная кинетика. Ответы совпадается кинетика. Потом, с чуть запаздыванием, вот они отстали, между ними строго посредине. Раснут вторые. Так сказать, ну, гамманы второго поколения. Гамманы второго поколения, а здесь уже перенесли нас полтора. Ну, это уже существенно лучше, как вы помните, чем в необателете. Но! Это не конец. Процесс продолжается, и растут еще те, которые вдвое меньше, которые идут до 750 нанометров, между ними еще. То есть, получается, меньше 400 нанометров природа. Вот на природу. На третий, на третий. Это меньше 400 нанометров. Ну, если честно, последний этап есть еще. Следующий. Дальше не видели, но вот меньше 200 нанометров. Чем не читают многие люди, в частности, вот наши друзья из Ницидии. Значит, вот пример. Значит, вот таких структур, которые созданы, периодические структуры, потому что, в действительности, для того чтобы существовать с хорошим периодом, нужно каким-то образом управлять периоды. То есть, это на поверхности электроды наносит, то есть, в данном случае, аппликация, во сколько поля он прикладывается, в виде структуры совершенно жесткой, жестко ориентированной, но, правда, расстояние здесь еще очень много. Ключевой вопрос. Для того, чтобы применять их, вот есть очень, есть предыскованные предположения, что будучи какими-то узкими, они еще очень много. Значит, а какой глубины деманы вообще много? Ну, вот два применения есть, я с самого начала говорил, есть объемная, когда нужно, чтобы деман проходил на сотню микрон, но есть и волноводная. Вот для волноводного применения достаточно десяти, ну, двадцати на десяти, даже микрон, полно достаточно, есть микрон, полно достаточно. Ну, давайте посмотрим, что у них глубина. О, замечательно. Вот даже здесь, на характериках, это где-то туда, что не сидит больше микрон, но рекордное значение, как говорится, в первой метре глубины, достигает четырех сотен. То есть, в действительности удается создавать такие структуры, стабильные, устойчивые, и глубиной такой, что они не только отрыскают волноводные, но даже отдельное применение значительность. Что, какая проблема была? Какая реализована плохо? То есть, это все-таки сблизить домены на достаточно маленькое расстояние. Потому что, в общем, хочется, чтобы это расстояние было меньше. Ну, вот я сам доследие и сам не достигаю нервных газов, но у нас вот такие претенки тоже есть. Но там, вообще, они страшные нормальные, иголочки, ведь мы сейчас, значит, в конце концовами обсуждаем. В этом случае приходится быстро двигать гулочек по поверхности кристалла. В основном, с этим сканировали, тогда можно вытянуть на самом деле ничьи, получить очень маленькую перелет. Значит, ну, вот теперь хотелось чуть-чуть спуститься на искать землю, поставлена была задача атомальной инженерии, в самом деле. Говорилось, что атомальная инженерия, вообще говоря, годится для того, чтобы создавать периодические структуры для перепознания для нейронов. Можно ли это сделать? Всякое знание, красивые атомайны, формулы, расчеты, замечательная публикация, что это даёт? Ну, оказалось, очень можно использовать, и у нас редкий случай, когда вот все три этапа от красивых людей до реализации они здесь, вообще говоря, реализованы. Значит, вот самое простое, когда просто на одну проекцию наносится металлическая полоска, на другую спорсную электрод. Ну, это, вообще говоря, все 6-час, средняя мощность максимальная, которая получена, вот сейчас, это все достаточно быстро стареет, но 12 ватт на другую вылетел. То есть, привод поставок на задачу сделать 50. Ну, надеемся, что сделаем, правда, еще толстый приставок, эффективность на импусы до выше 70%. То есть, мы единственные австралекторы, кто умеет, и в Европе есть еще одна компания, которая сооружена, там, вот, то есть, генерации, примитейской генерации света, то есть, это весь диапазон прекрасного света перекрывается, ну, и, тоже здесь все замечательно, широкий диапазон, получается, можно перестраивать, еще дверь не структурен, да, сделанной структурой, двигая, стал по металлу, чьями, чего еще это стало. Для чего это надо? Вот, разные формы, ну, первое, значит, теория, это было вызвало, когда все начиналось, все хотели сделать лазерный телевизор. То есть, вот все говорили, что будет лазерный телевизор. Почему лазер? Ну, лаз, вот, примерно, совершенно не учит. Потому что такой цвет, вот, ну, это страшно интересная вещь, я довольно много этим занимался, и цветоизмерением, и генерацией цвета. Вот, ну, я просто хочу сказать, что насыщенность цвета, и тем, насколько он влезет, и нахроматическому, она определяет всем, какие источники он использует. Лучшие результаты для монохроматичных источников. А обычные, получается, как фильтры. То есть, я имею в виду белый цвет, делаю эти фильтры, но тоже куча значения при этом основная пропадает. Ну, лазерные источники, в этом смысле, очевидные идеалы. Ну, на три источники, как минимум. Сейчас начали играть на четыре. То есть, четыре ещё лучше. Ну, давайте три привычные. Красный, синий, зелёный. То есть, не того, что делать только красный, синий, зелёный. Значит, вот красный лазер. Ну, по-моему, лазер не будет всегда существовать. Синий, мы самим это недавно начали сделать. Мы знаем, мы там используем. И вот все кинулись, значит, делать преобразователи, вот такие, на зелёный, на зелёного цвета. То есть, я прямо участвовал в этом проекте, там, ну, это были компания, которые, лазер действительно сделали, в смысле, телевизор сделали, и он со стороны производит телевизор. Ну, наверное, не вышел. Ну, всякие вопросы, то есть, выход на рынок, он определяется тем, насколько хорошо всё это делал. Часто в политике. Значит, как ни странно, сейчас это всё вернулось на другие страны. То есть, оказывается, сейчас, значит, самые лучшие лазеры, которые были существуют. Ну, лазеры, ну, хоть чуть-чуть, чуть-чуть. Самый лучший лазер, который существует, это лазер волоконный. То есть, лазер, который сделает волокна. Вот так, замечательно ослабилось, что человек, который волоконный лазер, завелся для широкого распределения, он всё, значит, что родился в России, там, в 50 лет, был до 51 года профессором академического института, потом, я не знаю, на его счастье наступили все его тяжелые времена, он занимался бизнесом, и он, значит, из ничего сделает великие лазеры, сейчас он умеет делать 50 кВт, и то, что он делает этими лазерами, просто, так сказать, не снилось, инженерами, срезают трубы муровых в состоянии 200 метров. Совершенно потрясающая вещь. Ну, вот, как-то так сложилась жизнь, что вот мы на них работаем, уже года 4, значит, он здесь был в Свердловске, может, в Екатеринбурге, может и так далее, ну, может, кто-то ходил, с чем сомневаясь, и все, кто-то иногда слышал, то есть, он читал лекции для студентов, но студентов-то, да, это все знают, но он 2 часа у нас был в Украине, и, соответственно, в компании, а вот в прошлый канедельник третьему ездил, опять, ну, правда, не штат, он просто приезжал, у него под Москвой, вот, в Казани есть, то есть, что они сейчас делают? Оказалось, что это все опять интересно, дело в том, что телевидение, кино, которое я сейчас делаю, ну, ладно, ну, это 3D, если 3D это лазер, получается, совершенно потрясающе, вот, они сейчас хотят освоить 3D, но для этого источник карты был такой, исходно, когда делали, а, я в упущении проекта, простите, пиколазер, пикопроектор, пикопроектор, например, там, через 2-3 все будут пользоваться, карты в кармане, то есть, телефон поставили, то есть, есть идея, что в телефоне поставили проектор, замечательный цвет, и он на любой экранчик, то есть, когда департамент выбрасывается, ну, традиционно, да, вот здесь не бывает.